Наверное каждый из вас слышал о том, что существуют копии на Samsung и на iPhone, на самые популярные модели в мире. Но теперь дело дошло и до Xiaomi, теперь китайцы копируют Китай. С вами канал Твэк Дэй и вы смотрите новости IT. Совсем недавно стало известно о смартфоне Little Pepper V9, который полностью скопировал дизайн Xiaomi Mi 6. Этот смартфон как раз таки и поднял немножко хайпа из-за своего дизайна. Параметры уже известны. Данная модель стала обычным среднеценовым смартфоном на процессоре MTK6737T. Получила целых 3 гигабайта оперативной памяти и 32 встроенной. Две задние камеры будут делать фото с разрешением 16 мегапикселей. Об их качестве пока что стоит только догадываться, как и о цене, которую впрочем должны представить нам уже в этом месяце. Судя по фотографиям, смартфон отличается от Xiaomi Mi 6 лишь небольшим логотипом в виде перчинки на задней части. Во всем остальном же это идеально скопированный смартфон, но назвать его копией все-таки язык не поворачивается. Потому что это отдельный производитель со своим логотипом и он явно просто воспользовался волной популярности Xiaomi для продвижения своего имени и непосредственно данной модели. Nubia Z11. Смартфон, который буквально на днях презентовали и в одном из китайских интернет-магазинов Jin Dong за первые 51 секунду было заказано 1 миллион единиц данного продукта. Не сложно догадаться, почему смартфон получил такую популярность и ждали его как манны с неба. В нем ведь установлен Snapdragon 835 в качестве процессора, а также рекордные пока что 8 гигабайт оперативки. Сам смартфон хоть и не стал ожидаемым флагманом безрамочности, зато получил очень качественные модули задних камер с разрешением 23 и 12 мегапикселей. Также смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки Quick Charge 4 с плюсом, которая молниеносно заряжает аккумулятор емкостью 3200 мАч. Учитывая сравнительную доступность китайских флагманов, эта модель очень интересна и вскоре в интернете можно будет увидеть кучу тестов и обзоров, чего жду и я сам. Что же касается OnePlus 5, то его представят, как и ожидалось, 20 июня. Что касалось предыдущих рендеров, они в большинстве своем оказались фальшим, потому что дизайн нового OnePlus 5 будет немножко отличаться. Основатель компании Пит Лау говорит о том, что новый флагман будет самым тонким среди всех, что вышли в 2018 году. И если учитывать толщину предыдущего OnePlus 3T в 7,5 мм, то мы должны ожидать что-то действительно совершенно новое. А теперь по поводу дизайна. Задние камеры будут 100% располагаться горизонтально в верхнем левом углу смартфона. На одной линии с ними будет располагаться и вспышка. Изогнутое стекло на дисплее также четко прослеживается в рендере, но это не безрамочный смартфон. Осталось подождать совсем немного, и мы увидим очередной флагман в 2017 году, которых и так уже вышло немало. Представлены новые, сверхмощные процессоры от Intel для персональных компьютеров. Серия получила название Core X, а также Core i9, которые были представлены на выставке Computex 2017. Линейку Core X возглавляет Core i9 Extreme, первый в мире 18-ядерный процессор, поддерживающий технологию Hyper Triline. Замыкает парад новинок 4-ядерная модель Core i5-7640X. Цена флагмана составит 1999 долларов, тогда как младшая модель будет предлагаться всего за 242 доллара. Любой процессор линейки Core i9 позволит разогнать персональный компьютер до завидных скоростей, благодаря большому количеству ядер. Самая скромная модель располагает 12-ю ядрами, более мощные 14 и 16 ядер, а сверхпроизводительная Core i9 Extreme – 18 ядер. Энтузиасты потрудились не зря и смогли разогнать камень Intel Core i7-7740K до знаковой отметки в 7,5 ГГц, попутно обновив мировые рекорды в дисциплинах 3DMark и Aquamark. Это внушительные результаты, и похоже Intel всерьез взялись за расстановку приоритетов и хотят дать понять компании AMD, кто тут батя в здании. Как вы поняли, прогресс не стоит на месте, а гонка производителей продолжается. Тем самым для нас, для обычных пользователей, это играет только на руку, потому что цены снижаются, и мы можем купить предтоповые или, скажем так, более старые, морально устаревшие модели по более доступным ценам. Спасибо, что посмотрели данное видео. С вами был канал Твэк Дэй. Всем до скорого. Твэк Дэй.